Сегодняшняя тема. Задача тренеров – вырасти чемпионов, а родителей – сохранить здоровье своих детей. Насколько совместимы эти цели, поинтересовался у руководителей элитных спортивных школ города и председателя спортивного комитета Петербурга Вячеслава Чазова. Чем больше детей будет заниматься спортом, тем, безусловно, лучше. Но спортивные занятия, тем более профессиональные, связаны с высокими нагрузками, которые в свою очередь предполагают травмы и другие проблемы со здоровьем. По словам Вячеслава Чазова, все медицинские функции должен выполнять физкультурные диспансеры, городской и районные, где спортсмены дважды в год проходят обязательное обследование. Но ситуация со специалистами в диспансерах плачевная, а недавно их лишили возможности проводить собственные лабораторные исследования, теперь детей отправляют сдавать анализы в районные поликлиники. Кроме того, допуски к тренировкам и соревнованиям врачи нередко ставят условно или под ответственность тренера. При этом физические нагрузки во время спортивных тренировок не имеют определенных ограничений. Они зависят от спортсмена и должны быть индивидуальными, считает большинство руководителей детских спортивных школ, не скрывая, что тренерам приходится применять форсированные нагрузки к юным спортсменам, иначе не выиграешь соревнования у других школ. Но совсем по-другому подходит к вопросу сохранения здоровья юных спортсменов в Петербургской школе Олимпийского резерва по фигурному катанию. По словам директора школы Татьяны Меньшиковой, количество травм у ее воспитанников в десятки раз меньше, чем у московских фигуристов. Все нагрузки должны быть строго скорректированы, они зависят от состояния здоровья спортсмена. Чтобы предотвратить травмирование спортсменов, мы приобрели специальное медицинское оборудование, которое позволяет проводить тестирование спортсменов. Несколько раз в неделю врач проверяет их физическое и функциональное состояние и сообщает тренеру, чтобы он мог корректировать нагрузки. Это особенно важно после выходного дня. Если организм ребенка не успел восстановиться, то нагрузка накапливается, а это приводит не только к ухудшению результатов, но и к травмам. Существуют определенные методики восстановления спортсменов, которым должны обучать детей тренеры. Кроме этого мы привлекаем к работе психологов, остеопата, мануального терапевта. В результате зимой, когда количество травм у фигуристов достигает 70%, наши спортсмены не имеют проблем со здоровьем. Таким отношением к здоровью детей не похвастался ни один руководитель элитных спортивных школ Петербурга. Финансирование – вот главная проблема, объясняет Вячеслав Чазов. Только одна футбольная школа спортивного клуба «Зенит» не знает материальных проблем и создает для юных спортсменов уникальные возможности, зимние искусственные стадионы, спортивные лагеря, предоставляет бесплатную спортивную экипировку. Но о профилактике травмы и возможностях медицинского сопровождения юных спортсменов директор школы Василий Костровский даже не упомянул, хотя футбол не менее травматичный вид спорта, чем фигурное катание. Нина Башкирова, доктор Питер.